Область кита, или вот тот предмет деятельности, в котором имеет дело новые коммуникационные технологии, эти вещи связаны в значительной степени с поведением людей, с тем, как те или иные технологические решения влияют на поведение людей, как поведение людей, в свою очередь, влияет на рынки IT-продуктов, их создает, меняет, трансформирует. И поэтому, когда мы говорим о том, что будет происходить в области инкид, то мы вынуждены рассматривать достаточно широкий пласт явлений, широкий пласт процессов, которые относятся как к технологическому слою, так и к социокультурному, к поведенческому. Поэтому мой доклад, он вносит в большинстве, он достаточно теоретический, мы заходим с высокого уровня абстракции, пытаясь пробиться от абстрактного к конкретному. В конечном итоге мы рассчитываем выйти на некие цифры с рынками, деньгами и конечными показателями, но для того, чтобы эту работу сделать, нужно сделать небольшое теоретическое отступление или философическое отступление, поэтому мы начнем немножечко сверху, ну или снизу, как мы думаем. Значит, откуда берутся тренды и о чем, собственно, идет разговор? Мы знаем, что сейчас на рынке действует, в мире действует достаточно большое количество сэнгтенков, крупных аналитических компаний, которые так или иначе пытаются прогнозировать будущее, рассказывать о том, как меняется этот мир, прогнозировать, публиковать эти прогнозы, через эти прогнозы влиять на направление движения этого мира. Соответственно, эти компании, ну это классическая большая четверка, российский аналитический центр, каждый крупный вендор, каждая крупная IT-компания тоже, значит, тоже работает в этой области аналитические университеты. И в этом смысле университеты публикуют аналитические доклады, в этом смысле довольно много разных взглядов и подходов, но все при этом говорят примерно об одном и том же. И мы попробовали, значит, вот этот набор взглядов, посылок, трендов, видений того, что происходит, структурировать и сформировать из этого из них более-менее непротиворечивую конструкцию, которая бы позволила рассказывать о том, что у нас имеет место быть. Значит, в основе этой конструкции у нас получилось такая, как бы, три ключевые силы, которые движут, двигают этот мир, да, которые задают направления, тренды развития и социальных, и технологических, и других историй. Это они у вас перед вами. И в этом смысле, почему, как бы, важно, да, в этом смысле проникновение цифровых технологий включает в себя как технологическое решение, да, если они становятся, устройство становится легче, дешевле, проще и массовее, так и социально-культурную, в том смысле, что использование цифровых приборов перестает быть чем-то экзотическим или способом досуга, превращается в вещи, связанные с обеспечением жизни здесь и теперь, да, и это, в частности, приводит к тому, что уже целый ряд государственных функций, государственных институтов и государственных механизмов переходят на реализацию с помощью цифровых решений. То есть у нас уже госуслуги в смартфоне, QR-коды в смартфоне, в этом смысле это уже есть реальность, там, или если, например, пользоваться пирамидой, говорить о пирамиде Маслова, то это, внедрение, использование цифровых технологий перешло уже на нижележащие слои, на самые нижние слои пирамиды, и люди этим будут пользоваться часто много и везде. Значит, второй момент, вторая сила эта, связанная с демографическим сдвигом, то есть что происходит, что имеется в виду, что население в части стран, в первую очередь западных стран Европы и Америки, население стареет и сокращается. В странах Юго-Восточной Азии население, численность населения растет, и численность молодого населения растет. И, соответственно, увеличивается доля вот этого поколения Z, под поколением Z демографом подразумевают поколение людей, родившихся после 2000-2000 года, и в этом смысле родившихся в цифровую эпоху. Те, для кого наличие гаджета рядом и в руках является врожденной реальностью, они другого не видели и не мыслят. И, соответственно, мы понимаем, что рынки в их количественных и объемных показателях смещаются туда, и именно в странах Юго-Восточной Азии, и даже в странах Африки будет происходить основной прирост абонентов, основной прирост выручки, основной прирост внешних рынков, если мы говорим об этом. И третья история – это измерение климата. Речь не идет только о глобальном потеплении или глобальном похолодании, мы не спорим по этому поводу, а речь идет о том, что климат действительно меняется. Это где-то и затопление территории, это где-то и суш, или холод, или мороз, и в этом смысле пандемия ковид, она тоже ложится в этот слой, в рамках… Есть проявление этой силы, которая много чего формирует у нас. Значит, эти три силы во взаимодействии друг с другом формируют пять мегатрендов, каких-то глобальных, достаточно мощных тренда, проявления которых становятся… которые проявляются в самых разных отраслях деятельности человеческой. Как бы первый тренд значимый – это поведенческая… Он называется словом, термином поведенческая экономика, и он упирается на то, что на первый пласт, на первый фронт, на первую линию выходит человек, как потребитель индивидуальных товаров и услуг, и то, как, что он потребляет и действует, сильно это определяется его поведением, его предпочтениями, интересами, хотелками, желаниями, как настоящими, так и наведенными. И, соответственно, информация о том, как человек ведет, что он делает, что он хочет, что он может хотеть, начинает превращаться в определенный товар, и вокруг этого строится целый ряд больших и малых технологических решений, и этот мегатренд, он формирует большое количество разных рынков, проявлений за собой, тянет. Второй момент – это вопрос изменения образа мышления. То есть в этом смысле человеки работают, это проявление имеет как положительные свойства, люди начинают работать в цифровом мире, ориентироваться много и быстро, и многие вещи начинают делать легко и непринужденно, чего не могли делать раньше, ну и отрицательные свойства, потому что некоторые психические функции, которые мы отдаем гаджетам, мы им перестаем ими пользоваться, а организм человеческий имеет только отвратительное свойство, что то, чем в нем не пользуются, то атрофируются. Ну и, соответственно, можно говорить о том, что нам придется через какое-то время специально тренировать свои когнитивные способности, как мы вынуждены заниматься спортом после того, как исчезла необходимость тяжелого физического труда. Третья, третий мегатренд связан с тем, что вся медийная история начинает объединяться, разматывается, еще дальше размывается грань между электронными, между разными видами средств массовой информации, газетами, журналами, телевидением, вот это вот деление, оно как бы уплывает, теперь везде есть все. И второе, и, собственно, одним из тоже проявлений этого дела является то, что человеки присутствуют везде, в разных информационных системах, и никакая информационная система, там, будь то Facebook или, значит, Google великий и ужасный, не заполнит все, да, человеки пользуются всем. Жизнь без границ. Ну, это, во-первых, это речь идет как о физических границах, то есть трансграничных коммуникациях в интернете, так и о сдвижке и изменении разного рода социальных границ. В частности, мы говорим о том, что у нас может существовать класс, появляется класс молодых пенсионеров, то есть людей, которые обеспечили себе доход и, значит, живут в режиме пассивного дохода и не работают, да, поэтому с точки зрения классической традиции вышли на пенсию в 30 лет. А с другой стороны, у нас есть молодые студенты за 60, которые имеют возможность учиться и развиваться, и реализовывать себя, и в этом плане здесь есть много границ, много традиционных изменений, здесь начинают меняться. Ну и последний пункт про социальную корпорацию, как бы речь идет о том, что для очень многих корпораций и компаний достижения социально значимых целей и реализация социально значимой повестки, ну, она, и как бы создание общественного блага становится важным элементом, обеспечивающим в том числе их рыночную капитализацию. И треть, и пятая позиция, шестая, прошу прощения, про термонентную технологическую холодную войну, этот мегатренд указывает на то, что вот идея или замысел, мысль о том, что интернет станет единым целым и неделимым пространством, с едиными стандартами, она не реализовалась. В этом смысле сейчас формируется несколько центров силы, несколько территориальных, макро-региональных кластеров, внутри которых будут продолжаться разного рода столкновения, проявляющиеся в санкциях, в ограничениях, в введении новых стандартов, в запрете использования тех или иных программных продуктов. И это некая реальность, с которой нам предстоит жить и с которой нам предстоит работать. Эти мегатренды, анализ трендов, как бы извлекаемых, формируемых ими трендов, позволил сформировать достаточно большое облако, порядка 30 различных трендов, каждый из которых, ну вот общим списком они представлены здесь. Вглубляться мы в них сейчас не будем, но важно, что из этого всего облака нам удалось вытащить 5 трендов, которые имеют значимое значение для области NKIC. Вот про них мы поговорим более подробно. Значит, что так первый тренд, значимый, казавшийся нам очень нелепопытным и правильным, это тренд про новые формы повествования. Значит, речь идет о том, что в человеке всегда рассказывали истории. И когда-то использовали для того, чтобы эти истории делать, разного рода технологические решения. Когда-то истории рассказывались у костра, поглядывая на настенную живопись. Когда-то, по мере того, как создавались новые технические решения для того, чтобы эти истории хранить, записывать и предъявлять, возможности этих историй, возможности творчества здесь увеличивались и становились все более разнообразными. И сейчас мы говорим о... Появляются компьютерные игры как инструмент рассказывания историй со сложными сценариями, вариативными и многообразными. И вот метавселенные как тоже дополнительный новый инструмент, который позволяет создавать возможности для широчайших... Предоставляет широчайшие возможности для творчества, для создания историй, рассказов и разного рода таких... Человеческой деятельности. Значит, ну такой красивый пример отсюда. Мы, скажем, сталкивались... Ну такая у нас есть неподтвержденная цифра, что порядка 60-70% выпускников сценаристских отделений ГИТИСа и ВГИТа, ВГИТа, работают потом в сфере игровой индустрии. В смысле, они пишут сценарии компьютерных игр и всего, что с этим связано, а не классических фильмов и кино. Значит, смотрите, да. Значит, ключевым элементом этого тренда является технология виртуальной дополненной реальности. И анализ этого поля позволяет нам, собственно, позволил нам, вот как уже сегодня говорил Сергей, предсказать появление метавселенной Facebook. Там мы как бы посмотрели несколько... Как компании работают на рынке, какие сервисы покупаются, куда инвестируются. И обнаружили такой интересный, неожиданный феномен, что это происходило как раз весной прошлого года. Никакой мете еще не было разговора, что в Facebook яростно инвестируют, скупают VR-стартапы и создал у себя огромную многотысячную команду по разработчикам VR. Мы очень удивились, потому что, ну как, разработчики есть, деньги тратятся, а продукты нет. Где Facebook и где VR? Ни одного решения. У Google хотя бы Google очки были. А потом, это означает, что продукт пилится и вот-вот должен будет появиться. Ну и вот мета появилась. Значит, а что важно здесь? Для каждого тренда мы сделали, мы сформулировали некоторый набор таких статистических количественных показателей, которыми мы их назвали маркеры. То есть тот набор количественных достоверно проверяемых цифр, которые мы можем найти, проверить и сказать, что да, вот эти вот умные люди, аналитики, которые размахивают руками и говорят, какой тренд имеет место быть, они не врут, потому что есть как бы цифры, есть статистические показатели, которые позволяют нам этот тренд подтвердить. И для каждого такого тренда был разработан свой набор маркеров, который его подтверждает, поднится статистика и построены кучи графиков, нескольких которых вы видели, которые подтверждают, что эти тренды есть. Дальше вопрос. Ниша это хорошо, в смысле тренд это хорошо, а какие рынки он формирует, где продукты создавать, во что инвестирует. И для этого мы в рамках каждого тренда сформулировали некоторый набор областей или рыночных продуктов, или продуктов, которые будут становиться востребованы в связи с этим трендом, и которые, собственно, есть те рынки, в которых можно посчитать выручку, куда можно разворачивать стартапы, и где можно посчитать потенциальные необходимые объемы инвестиций или найти точку реализации для своих проектов. Для каждого тренда такой список ниш, значит, вот он прописан, и у нас здесь на экране. Значит, давайте дальше. Второй тренд. Тренд называется наноинфлюенсеры, и смысл этого тренда заключается в том, что в области массовых коммуникаций, рекламы появились технологические возможности, и появилось, это проявилось как некий социальный феномен, умение, значимость для маркетинговых коммуникаций, для рекламных, для политических коммуникаций, значимость лидеров общественного мнения малого местного размера, то есть наноинфлюенсеры, это пользователи в сети, или, по-другому говоря, лидеры общественного мнения, с численностью от 1 до 10 тысяч подписчиков. В этом смысле почему это так важно, потому что эти ребята и взаимодействие из них демонстрируют самый высокий уровень конверсии, то есть количество денег на рекламные кампании, проведенные через наноинфлюенсеров, позволяет, дает очень высокий коэффициент конверсии, очень высокий отклик. Наноинфлюенсерам люди верят, с наноинфлюенсерами люди общаются, есть возможность прямой коммуникации и очень высокая степень доверия. Соответственно, этим начали пользоваться. Мы увидели, что появилась целая серия инфраструктурных инструментов, которые этих наноинфлюенсеров находят, учат, окучивают, создают разного рода технологии работы с ними, создают целые агентства, которые занимаются работой с обучением, новыми продуктами, технологическими, сервисами для этих наноинфлюенсеров. И это поле начинает становиться очень значим, важным для сервиса для наноинфлюенсеров. Или сервисы на основе работы с наноинфлюенсерами формируют значимое поле возможностей для проектов в области новых коммуникационных интернет-технологий. Кирилл, напомню вам про регламент. Немножечко, пожалуйста, ускоряйтесь. Хорошо. Теперь смотрите. Третий тренд. Это тренд, который мы называем короткие видео. Это классические проявления этого тренда. Это внезапный взлет ТикТока и его стремительное распространение по рынку. Соответственно, в рамках этого тренда список маркеров видите, список продуктовых ниш, которые за ним возникают, он тоже есть. Что любопытно, в этом поле этот тренд тащит за собой большой блок, связанный с инструментами работы с видео, и с разного рода инструментами защиты авторских прав, которые должны позволять работать с авторскими, защищать авторские права, а не единиц и тысяч людей, как в случае классическим патентным правом, когда у нас несколько тысяч, может быть, миллионов авторов на весь мир. Сейчас счет авторов идет на миллиарды. Соответственно, технологии защиты, хранения, проверки и так далее, они чудовищным образом массивизируются. Вот несколько элементов связанных или элементов маркеров, связанных с короткими видами. Здесь очень важный, еще хотелось один маленький момент подчеркнуть с точки зрения коротких видео, это то, как ведут себя пользователи в условиях резкого изменения, введения всяческих административных запретов или насколько динамично сложен этот рынок. Если посмотрим, например, рынок офисного ПО, мы вспомним и увидим, что сколько лет идет чудовищно тяжелая борьба между Майкрософтом и всеми, кто хочет его выдавить из наших компьютеров, Майкрософта и Windows. Если мы говорим о... И там, как Майкрософт устойчиво держит оборону. А если мы говорим о сервисах вот таких, как ТикТок, каких-то приложений, то мы обнаружим очень интересный феномен, что эта штука очень подвижна, люди очень легко пробуют новое, и у монстров очень мало шансов заполнить освобождающиеся ниши. Вот в этом смысле очень любопытный момент с такой демонстрационный кейс Индии, когда в Индии был запрещен ТикТок, как китайское, ну, все китайские приложения, ТикТок в том числе. Соответственно, первый аналог ТикТока, индийский аналог ТикТока появился на рынке через 22 часа, после запретов самого ТикТока. И достаточно много компаний появилось на этом поле и потихонечку переделили долю ТикТока. При том, что сервисы коротких видео к этому моменту уже были у Ютуба, уже у Инстаграма, но тем не менее эти ребята остались, их доля не увеличилась. То есть, в этом плане те, кто ими пользовался, так и пользовался, а те, кто пользовался ТикТоком, перебрались на местные технологические платформы. И в этом смысле динамика появления и исчезновения новых компаний на этом поле, она указывает на то, что у наших стартапов есть все шансы для того, чтобы свою нишу занять, удерживать и разворачивать. Третий, четвертый тренд, который называется аудио против текста. Ну, это понятная история о том, что человеком, за ним лежит такой понятный психологический феномен, что человеком проще разговаривать, чем переписываться. Соответственно, он указывает на довольно продолжающиеся и находящиеся в долгосрочной перспективе тренды на развитие голосовых технологий, проявление их, проникновение их везде и, соответственно, развитие дальнейших инструментов работы с голосом. Вот здесь есть некоторые цифры по выручке, по рекламным, по рекламным инструментам. И в этом смысле очень любопытный феномен с Клабхаусом, когда вот эта сеть стремительным образом выросла в течение нескольких месяцев. Потом также стремительно упала обратно, что указывает на то, что люди готовы пробовать, осваивать разные технологические решения, но вот этот запрос на голос, запрос на голосовое, прямое, живое человеческое общение, он есть, остается и будет продолжаться. Вот здесь некоторые оценки прогноза объемов рекламных рынков, связанных с голосовыми историями. Пятый тренд, самый такой, я бы сказал, сложный, он меньше всего проявленный, построенный на этот тренд создания, указывающий на то, что в рамках цифровой трансформации происходит разрушение или как бы дизрапт традиционных механизмов коммуникации брендов или производителей с потребителем, потому что сейчас эти механизмы коммуникации от потребителей, от производителей к потребителям обусловлены рекламными агентствами, рекламными инструментами, а от потребителей к производителям разного рода социологическими исследовательскими инструментами, процедурами. Социологи что-то меряют, опрашивают, группы какие-то проводят. По мере того, как появляются возможности, как цифровые технологии создают возможности для прямых коммуникаций, прямого взаимодействия и прямого общения. Это тянет за собой существенные изменения рекламных коммуникационных компаний, поведения брендов и инструментов работы, перераспределения рынков на этом поле. Сейчас некоторые ниши, которые здесь появляются, мы видим. Значит, циферки, циферки. Мы видим, что прогнозируется взрывной рост в этот двусторонний маркетинг, ориентированный на прямое взаимодействие с потребителем в ближайшее время. И в этом плане этот рынок достаточно перспективный, требующий существенных инструментов, дающий существенные возможности для развития новых сервисов и продуктов в этой части. Значит, из того, что я рассказывал, в общем-то, примерно понятно, что все эти тренды, они примерно про одно... Ну, как бы, они не разделяют поле смыслов на непреодолимые, не связанные между собой области, разделенные непреодолимыми барьерами. Как бы, вот эти все тренды взаимодействуют друг с другом и задают вот некоторое поле для того, куда и где и какого рода продукты сейчас будут востребованы в ближайшее время. И если собрать и сгруппировать все те продуктовые ниши, которые выявлены и которые там были написаны выше для каждого тренда, то получается вот примерно такой набор продуктовых ниш, в которых должны создаваться и разворачиваться технологические... будут создаваться и разворачиваться технологические решения и новые продукты в рамках области новых коммуникационных интернет-технологий. Значит, я сегодня рассказывал достаточно сбивчиво, и я далек от мысли, что мне удалось объяснить все, о чем мы, что мы тут наисследовали, что мы про все это дело поняли. Поэтому мы собрали все наши исследования на наше построение, уже найденные данные, и мы это дело сложили в пять больших брошюр. Каждая где-то по 50-60 страниц, в которой про каждый тренд очень подробно написано. Вот слева у нас картинки нашей обложки, а справа примерная структура брошюр. Они все примерно одинаковые. Структура одинаковая, а дальше там внутри, собственно, расписано, как тренд формируется, какие страновые особенности проявления, какие маркеры удалось найти, какие страновые особенности проявления в этого тренда есть, и какие продуктовые ниши сформированы, и какие-то количественные данные и цифры по этому поводу. Значит, что планируем делать в следующем году? Мы планируем по всем этим нишам, которые я говорил выше, сделать более глубокое количество исследования и ответить на вопрос, а, собственно, где деньги, сколько денег, какие компании в этом поле живут уже сейчас, кто может выступить тем покупателем или конечным инвестором, или партнером стартапов, которые в этой части двигаются и развиваются. Ну, в очень таком предметном и прикладном разрезе. Мы предполагаем порядка восьми ниш так вот прокопать и, соответственно, подготовить по этому поводу брошюры. Результаты наших исследований доложить на экспертных семинарах, доложить на уличных мероприятиях, и в конечном итоге сложить в брошюры, так вот штучек по всем этим восьми-девяти нишам, и представить уважаемой публике в читабельном виде. Все, на этом спасибо, коллеги.